Конфронтация между США и Россией, мастер эскалации. Штефан Корнелиус, судящий Зейтунг, Германия. 13 апреля 2018 года. Владимир Путин и Дональд Трамп пугающе похожи. Оба – бесстыжие лжецы, имеющие нюх на добычу и умеющие вести закулисную борьбу. Теперь они столкнулись друг с другом лоб в лоб. Место действия – Сирия. Президент – патологический лжец. Никогда не выказывающий сожаления о собственных действиях. Он находится под чудовищным давлением со стороны общественности, он изолирован, и даже друзья и партнеры отвернулись от него. Фондовые рынки рушатся, а его силы улетучиваются. Но президент – мастер эскалации. Где бы ни возникла проблема, он создает еще большую проблему. Президент сеет сомнения, говорит о конспирации, начинает хитрую игру. Прибегая к подтасовкам и лжи. Но самое главное – президент бесконечно тщеславен и обладает нюхом на добычу, а также умением вести закулисную борьбу. А еще он часто злится и входит в раж. И он может себе это позволить, просто потому что живет в каком-то собственном, воображаемом мире. У этого президента – сразу два имена – Владимир Путин и Дональд Трамп. Но насколько очевидны их сходства, настолько же удивительна конфронтация, неожиданно возникшая между Трампом и Путиным. Президент США долго вел себя по отношению к Путину нерешительно, и было заметно, что он им в какой-то степени восхищается. Так к чему же Трампу ссорится с человеком, которому он, возможно, обязан своей победой на выборах? Между США и Россией действуют опасные силы, но теперь система координат в раз сдвинулась. Трамп больше не может себе позволить встречаться с Путиным в качестве друга. Внутриполитическое давление, оказываемое на него, заставляет его быть жестким. Фейсбук, манипуляции в ходе выборов, бесконечная череда кибератак – дело Скрипаля. Этот список можно продолжать и продолжать. В западных столицах, наконец, осознали, что многолетнее вмешательство России в их дело разрушительно. 27 стран выслали в общей сложности около 150 российских дипломатов. А последнее – максимально прицельные санкции стали прямым ответом на атаку на машинное отделение демократии. Это вполне можно назвать современной войной, новой и холодной войной или всего лишь конфронтацией. Между США и Россией действуют опасные силы, и стремительно растет число стран, которые также занимают аналогичную позицию и боятся разрушительной силы российского влияния. Сирия – классический пример заместительной войны между противостоящими друг другу державами. С одной стороны, Россия, безусловно поддерживающая жестокого диктатора осады и берущая на себя часть вины за операции его бомбардировщиков. С другой стороны, американский президент, который сначала объявляет о выводе своих войск, на следующий день отдает приказ о бомбардировках, а на третий день теряет то ли интерес, то ли терпение. У него есть ракеты, но нет четкой стратегии. Предположительная химическая атака в конце прошлой недели вполне вписывается в эту запутанную схему конфликта между державами, вероятнее всего, там действительно было применено химическое оружие. Но кто его применил? Есть немало улик, указывающих на то, что это был осад, как случалось и раньше. Но, возможно, это были повстанцы, которые столь жестокими методами пытаются добиться помощи от мирового сообщества. Россия отрицает газовую атаку и предостерегает от уничтожения улик. Россия должна быть заинтересована в расследовании ситуации, тем более что она входила в число гарантов уничтожения сирийского химического арсенала. Но глава МИД России Сергей Лавров, этот мистер Нет, категорически отрицал, что химическое оружие применялось. А потом выступило российское правительство, по сути дезавуировав его слова и заявив, что ракетный удар американцев может уничтожить доказательства того, что это была газовая атака. И в то же время оно мешает расследованию этого преступления со стороны международных инспекторов. Если бы Москва была уверена в своих, сбивчивых, аргументах, то она должна была бы радоваться нейтральному расследованию. В свою очередь, Трампу следовало бы тщательнее обосновать свои подозрения и задействовать политический рычаг, которым США умело воспользовались в совбезе ООН. Ему следовало бы нападать и при этом позаботиться о том, чтобы не пришлось самому бояться нападок. Политические разборки часто ведутся не по правилам судебного процесса, а в международном праве нет презумпции невиновности. Применение химического оружия требует ответа. Но намечающийся альянс должен быть в состоянии по мере необходимости убеждать сомневающиеся общества. Кремль на протяжении многих лет действует по одному и тому же шаблону, сеет сомнения, провоцирует противоречия, прибегает ко лжи, до тех пор пока не наступит момент, когда он больше не может отрицать зеленочеловечков. Запад измотан этим. Теперь же газовая атака спровоцировала непредсказуемую реакцию со стороны человека. Который, пребывая в состоянии какой-то нахальной эйфории, через твиттер анонсировал предстоящий военный удар. Дьявол и Вильзевул обнаружились в Сирийской думе.